МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии Карина Кашина вначале коротко о главных событиях. Шахтинский услугодатель готов подключить дома к центральному отоплению, но не за свой счет. Жители домов на улице Московская – одни из тех, кто и в этом году будет отапливаться углем и дровами. Три года рабства. Карагандинские полицейские освободили 59-летнего мужчину, который бесплатно работал на одной из отдаленных зимовок Актагайского района. Карагандинец Абылайхан Джусупов стал бронзовым призером чемпионата мира. В ходе пресс-конференции он рассказал о своем участии в мировом первенстве и о планах на предстоящую Олимпиаду. 14 многоквартирных домов Шахтинска остаются без центрального отопления. Местный услугодатель готов подключить дома, но не за свой счет. Жители домов на улице Московская – одни из тех, кто и в этом году будет отапливать свои квартиры углем и дровами. Жительница Шахтинска Ирина Павловна Мимикина рассказывает, что в старые времена их дом на улице Московская был подключен к центральному отоплению. Но в тяжелые годы всю систему разворовали. Сегодня квартиры топят углем или дровами. Ежедневно носить домой топливо ведрами для инвалидов и пенсионеров трудно. Жители уже не раз обращались к коммунальщикам с просьбой снова подключить дом к центральному отоплению. Местный услугодатель готов это сделать, но за счет жильцов. Картину усугубляет и разнообразие печей и котлов в одном доме. Ирина Павловна всерьез опасается повторения шаханской трагедии. Зиму-то ждем, как не знаю, страшно зимой оставаться. Еще сейчас сосед разобрал печку снизу, сделал себе буржуйку. А до этого, как на пороховой бочке жили, у него котел кипит, то, глядит, взорвется. Страшно же все равно. 1 января 2017 года в подвале пятиэтажного жилого дома поселка Шахан взорвался отопительный котел. В результате обрушения целого подъезда погибли люди. С тех пор власти заявляли о переносе всех котлов отопления из жилых домов, а также строительстве центральной котельной. В поселке Шахан ведутся строительно-монтажные работы. На месте строительства имеются все необходимые спецтехники и рабочий персонал. Ведутся работы по разработке грунта, а также устройство основания котельной. В текущем году на выделенные средства планируется завершить работу нулевого цикла по строительству котельной. Между тем, в областном Акимате заявили, что отопительный сезон в нынешнем году начнется раньше обычного. К примеру, в Караганде тепло запустят уже 28 сентября. Чиновники отчитали, что все основные работы на теплостанциях завершены. Инженерные сети готовы на 100%. О своей готовности к зиме сообщила Ирина Павловна, демонстрируя свои запасы угля в сарайчике. И в эту зиму ей придется ежедневно поддерживать огонь в печке. Втайне надеясь, что когда-нибудь в ее дом вернется центральное отопление. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области продолжают выявлять факты трудового рабства. Пресс-служба областного департамента полиции распространила информацию об освобождении 59-летнего мужчины. В Карагандинской области продолжается оперативно-розыскное мероприятие «Стоп-трафик». На одной из зимовок в Актугайском районе сотрудники полиции выявили факт незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации в отношении 59-летнего мужчины. В течение трех лет он бесплатно работал на фермера. Сегодня выражает благодарность полицейским за свое освобождение. Хочу поблагодарить сотрудников полиции, которые помогли мне выбраться с зимовки домой, где я находился в течение трех лет. И последний год не мог мне дозвониться домой, не узнать, что с моими родными, близкими. Я очень благодарен им. Сначала у меня не было доверия к ним, а теперь я, конечно, убедился, что я был не прав. Я действительно убедился. Установлен владелец зимовки. По сведениям полиции он дал признательные показания. В ходе проведения оперативно-радостных мероприятий установлен 56-летний владелец зимовки, который дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 126, части 1 Уголовного кодекса, то есть незаконное лишение свободы. Отмечается, что вопрос трудового рабства находится на особом контроле МВД. В этой связи в регионе периодически проводятся рейды по зимовкам в отдаленных районах области. Стражи порядка просят граждан соблюдать меры безопасности, не распивать спиртные напитки с незнакомыми людьми, не отдавать документы, а также сообщать родным и близким, куда они направляются для подработок. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде строится сразу несколько транспортных маршрутов. Всего в этом году из областного и городского бюджета на ремонт дорог выделено 3 миллиарда тенге. Нурлан Аубакиров взял под личный контроль строительство основных транспортных сетей. 17 июля депутаты городского маслехата провели рейд на отремонтированные дороги. По проведенным реконструкционным работам появилось множество негативных комментариев. Недобросовестных подрядчиков в судебном порядке обязали устранить дефекты. Также в исполнении гарантийных обязательств были поданы исковые заявления в отношении подрядных организаций. По плану в этом году 17 участков дороги должны пройти средний ремонт. В настоящее время уже завершены работы на 15 объектах. Также была разработана проектно-сметная документация для реконструкции перекрестка М-14, начиная с улицы Татимбета. Кроме того, началось строительство объездной дороги протяженностью 5 километров от 14 микрорайона до Восточного шоссе. На эти цели было выделено 155 миллионов тенге. Глава города Нурлана Убакиров уделил особое внимание проекту реконструкции автодороги по улице Карла Маркса Магнитогорс. В настоящее время подрядчик определен и ведется подготовка документации и инженерно-геодезических работ. Подрядчикам тоже. Те, кто качественно завершил, конечно, я хочу сказать огромное спасибо, но здесь нужно полностью оформить все документы для того, чтобы гарантийный срок, для того, чтобы они могли содержать эти дороги. И уже не было вот этих вопросов, которые весенние объезды. Депутатский корпус очень сильно нам помог общественным советом, что выезжали, смотрели. С мая ведется реконструкция дороги на проспекте строителей. Движение транспорта на перекрестке строителей и шахтеров будет открыто после 26 сентября. Стоимость реконструкции составляет почти 2 миллиарда тенге. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В канун празднования Дня пожилых людей отделение социальной помощи на дому Октябрьского района провело традиционную благотворительную акцию. Для пенсионеров подготовили праздничный обед и концертную программу. Всего акция охватила 720 человек преклонного возраста. Людмила Животова живет в Караганде уже 54 года. Она связала свою карьеру с дорожным управлением. Женщина не в первый раз посещает такие мероприятия. И благодарит организаторов за уделенное внимание. Потому что мы здесь общаемся. Вот мы почаще такие мероприятия. Ну хотя бы скромненькие. Ну здесь такое общество. Здесь нам концерты ставят, танцуем, песни поем. Очень хорошо. Нам нравится. Спасибо большое. В обеде приняли участие 70 жителей Октябрьского района. Подобные акции – не новшество. Проводятся ежегодно в преддверии многих государственных праздников. Красочную программу для гостей подготовили областное концертное объединение имени Кали Байжанова, танцевальный ансамбль «Хайдак» и талантливая молодежь города. Цель проведения таких благотворительных акций – чтобы наши подопечные, чтобы наши одинокие подопечные смогли с друг другом найти не только общий язык, а чтобы общаться с друг другом, поднимать себе настроение. А также, чтобы они ощутили, чтобы они не одинокие, чтобы со стороны государства есть какое-то... Внимание, поддержка? Да, со стороны государства есть поддержка, что о них никто не забыл, чтобы мы их поддерживаем каждый день и в каждую минуту. Для пенсионеров с минимальной пенсией организована выдача продуктовых наборов. Не обделили внимания и пожилых людей, практически не выходящих из дома. Им предоставили подарочные наборы и товары народного потребления. Всего акции охватило 720 человек преклонного возраста. Полина Малюкова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области завершились детские конкурсы творчества. «Алтын-Казына» и «Город мастеров». Произведения юных победителей теперь представлены на выставке в Музее изобразительного искусства. Мероприятие подготовлено в рамках программы «Рухани Жангыру». В Музее изобразительного искусства выставлены особенно красочные и яркие работы. Все они выполнены учениками художественных школ 11-16 лет. Ребята представили рисунки и подделки с животными и сказочными персонажами, натюрмортами и пейзажами. Но особое внимание уделили национальному казахскому колориту. «Я замечаю, что с каждым годом уровень художественных детских работ растет. В первую очередь за счет количества разных техник. Здесь и кожа, здесь и войлок, здесь и пластилин, живопись и графика. Даже ювелиры у нас юные появились в этом году. То есть чувствуется, что преподаватели вкладывают в развитие в эстетическое детей огромный-огромный труд». Школьники из городов Абая, Сарани, Тимиртау, Караганды, Жанааркинского, Бухаржирауского и Каркаралинского районов уже победили в отборочных турах своих регионов. На выставке и представлены 150 работ по 7 номинациям. Такого рода конкурсы проходят четвертый год подряд. И с каждым разом привлекают все большее число участников. «С каждым годом количество работ увеличивается, работ становится все интереснее. Это говорит о том, что данные конкурсы пользуются популярностью, набирают такие обороты. И если сравнить с прошлыми годами, то качество работы уже становится еще лучше. Дети видно, что они к этому конкурсу уже готовятся. Идет более такой профессиональный подход». В течение недели жюри будут оценивать эти работы. Победители получат сертификаты, дипломы и призы от организаторов. Лучшие работы представят нашу область на республиканском конкурсе, который пройдет в ноябре в Шимкенте. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Будущее карагандинского бокса. Абылайхан Жусупов стал бронзовым призером на чемпионате мира 2019 года по боксу. В ходе специальной пресс-конференции он рассказал о своем участии в мировом первенстве и о планах на предстоящую Олимпиаду. Учиться, трудиться и быть честным – вот залог успеха бронзового призера чемпионата мира по боксу Абылайхана Жусупова. На мировом первенстве в Екатеринбурге Абылайхан победил сразу несколько именитых соперников. Но в полуфинале встретился с российским опытным боксером Андреем Замковым, который и не дал нашему спортсмену пробиться в финал. Чемпионат мира пошел хорошо, но в высоком уровне. Понравилась организация. Приехали очень хорошие соперники. Рады, что выступили хорошо. Общая команда заняла третье место. И на данный момент приехали домой, думаю, с гордо подняли головами. В первом бою Абылайхан победил двукратного чемпиона Азии – тайца Вуттичая Масука. Затем карагандинец встретился с немцем Ником Бирном. А в четвертьфинале боксировался с доминиканцем Руаном Паланко. Абылайхан заявил, что все соперники были сильные. Соперники все хорошие были, если честно. Непредсказуемый чемпионат мира был. Так как во всех весах приехали такие ребята, которые до этого не выступали на международных соревнованиях. В основном омоложен состав был. Все с молодежью перешли. Буквально трое-четверо только в каждом весе были такие именитые, которые выступали до этого во взрослых чемпионатах мира. В феврале и мае будущего года пройдут лицензионные турниры. Главным призом станет лицензия на Олимпийские игры, которые будут проходить в Токио уже в следующем летом. Максим Трезуб, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Благодарю за внимание. Это были самые важные события уходящего дня. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова